Ас-саляму алейкум, рахматуллах и ва бараката. Сегодня, 21 февраля 2018 года, в Верховном суде прошли три апелляционные жалобы по одиночным пикетам. Это Седьмиметов Ленур, Сейтебрамов Сервер и Якубов Семар. По самим заседаниям хочу сказать о том, что опять же в очередной раз все заседания прошли с грубейшими нарушениями. Со стороны обвинения в зале заседания присутствовало лицо, неизвестно кто оно является, там какой-то рабочий МВД, которое поддержало обвинение и это ничем не мотивировало. В свою очередь защита подготовила ряд определенных ходатайств и определенных доказательств, которые опровергают вину лиц, которых привлекли к административной ответственности. Но, тем не менее, суд отклонил все ходатайства и оставил решение суда первой инстанции в силе. Также были указаны моменты судей, обращали внимание на то, что все доводы со стороны обвинения были составлены с грубейшими нарушениями. Это будь то экспертиза, либо исследование, либо обзор интернет-ресурсов. Те же самые обычные протоколы, которые были составлены правоохранительными органами, были составлены с нарушениями сроков и вышедшими датами на составление протокола. На вопросы со стороны защиты, на какую норму закона ссылаются правоохранительные органы, когда нарушают все нормы, прописанные законодательством о сроках составления административного протокола, на лицо МВД отговорилось какой-то там внутренней статьей, с которой я ознакомился в ходе заседания, но никакого там пояснения и разрешения на нарушение основных законов Российской Федерации я не нашел. То есть это была просто отговорка. Все обвинения построены на лжедоказательствах, ни единого явного довода того, что эти лица вышли организованно и были организованы определенными лицами нету. Но тем не менее судья все эти объективные стороны оставил в стороне, и нами были поданы ходатайства на исключение из материалов дела экспертизы, на исключение из материалов дела исследований и протоколов. Судья как бы отговорился, да, мы это примем, но тем не менее на основании этих ложных доказательств и на основании тех доказательств, которые вообще не должны находиться в материалах дела, так как это является нарушением статьи 26.11 о недопустимых доказательствах в суде, судья на основании этих доказательств вынес решение о том, что оставил решение первых инстанций в силе. Но хочу сказать о том, что мы на этом не останавливаемся и не расстраиваемся. Данное решение судей мы будем обжаловать дальше в Европейский суд и так далее.